Здравствуйте, меня зовут Андрей Каняев, я издатель научно-популярного издания НПлюс1. Здравствуйте, меня зовут Николай Петрованюк, я главный редактор информационно-сервисного портала Indicator.ru. Андрей, привет, как дела? Привет, ну вот видишь, приехал, тут ты уже лекцию прочитал? Нет, у меня тоже 14.30. Ну вот видишь, нам еще с тобой предстоит по лекции прочитать. Слушай, нам вот так как бы тему вроде объяснили, про что мы должны поговорить, поэтому я попробую задать тебе вопрос, ну то, что я понял. Скажи, вот вы про Бигдату пишете? Бывает. А что вы обычно пишете? Ну как вы вообще выбираете, какие новости написать, какие не написать, потому что их же миллион. Их миллион. Когда российские новости, это для нас приоритет, в России живем. А когда российских новостей нет, хотя, слава богу, все-таки появляет система где-то, отложивается, отстраивается, ну смотрим, про что пишут все, что нам самим интересно. Про Бигдату много пишем, когда куча научных данных, ну вот как в моей астрономии, много наблюдательных данных простаивает. Получили, наснимали люди разные объекты, а они работают с ними. Объединили 10 тысяч объектов, 100 тысяч объектов. Пожалуйста, сделали выборку, нашли новые объекты, там черные дыры промежуточных масс, например, важные для астрономии открытия. Вот примерно так. А вы про искусственный интеллект? Мы про искусственный интеллект стараемся писать только то, что нам нравится. Ну то, что мы считаем прикольным, мы никогда не называем, мы стараемся избегать термина искусственный интеллект, больше полагаемся на термин нейросеть, потому что, конечно, искусственный интеллект, он же не интеллект совсем, он же очень тупой. Это же правда. Искусственный интеллект, он сильно отличается от человеческого и пригоден обычно в очень узкой какой-то области. Мы обычно пишем то, что было бы интересно, например, какие-то новости, у которых могут быть последствия, например, социального характера, что система там очень эффективно распознает лица. Либо какие-то любопытные факты, связанные с тем, что нейросеть делает, может быть, что-то лучше человека. Но на самом деле в любом случае мы всегда ориентируемся на то, чтобы нам было интересно, и не пишем, если пишут все. Вот так. Не в смысле отказываемся, а это и для нас не является приоритетом. А вы не думали как-нибудь нейросеть внедрить к себе в работу? У нас был проект с нейросетью, у нас был коммерческий проект с одним банком. Они пришли и предложили, чтобы продемонстрировать, как работает трейдинг, потому что это довольно сложная система, на пальцах вообще сложно динамические процессы объяснять. Они предложили сделать биржу мемов. То есть у нас был парсер, который парсил мемы, потом была нейросеть-классификатор, которая их классифицировала. Она собирала данные о том, какие мемы более-менее сейчас популярны, и создавала рейтинг. И, соответственно, люди могли покупать, продавать виртуальные акции мемов без денег. То есть это было бесплатно. И могли накапливать виртуальную валюту, и там довольно быстро все превратилось, ну, как с обычным рынком, несмотря на то, что валюта виртуальная, люди принялись спекулировать, пытаться, типа, как-то делать, чтобы какие-то мемы росли, на этом наживаться. В общем, там довольно любопытная была история. Замечательно. Про нейросети искусственный интеллект сказали. А про блокчейн еще ничего не сказали? Про блокчейн мы мало пишем. Мы пишем мало про блокчейн, потому что это не технология, а идея. А идею ты один раз рассказал, и после этого очень сложно ее как-то, ну, как-то про нее писать. Это вообще обычная история во всех таких вещах, что они все, что нейросети, что искусственный интеллект, ну, так мне кажется, они строятся на какой-то идее. И главная проблема заключается в том, что люди подходят к этой идее как к самоценности. Ну, то есть, ты же астрофизик, да? А я математик. И бывает, что иногда у тебя приходит офигенная идея в голову, прям офигенная, она не работает. Ну, то есть, вот бы было классно, если бы было так, но не так. И ты с этим дальше живешь. То есть, хорошая идея, красивая, но ты ее довольно быстро отмел. Вот, а с каким-нибудь блокчейном всем так нравится эта идея, что вот как бы про то, что вообще-то идею нужно проверить, там, как-то применить, возможно, от нее отказаться. Про это все как-то забывают. То есть, ты не видишь пока светового цифрового будущего на основе распределенного регистра? Пока нет. Ну, пока нет. Вот пока своими словами, своими глазами не увижу, типа не поверю. Вот так и все, знаешь? Вот тоже хочу посмотреть, посмотреть, как это... А вы пишете про блокчейн? Бывает иногда. Про что именно? Знаешь, так сходу не вспомню, потому что последние писали. Помню, что что-то было. Еще не могу не сказать, что один из наших коллег сейчас работает в лаборатории исследуемого блокчейна образования и науки Гауган, государство-академический университет гуманитарных наук. Вот я надеюсь через него узнать самые свежие вообще направления, возможности. Мы недавно делали хороший материал с вышкой про биткоин. Пока единственное, более-менее осязаемое применение. Вот. Идея была очень простая. Вот у тебя есть рынок, на нем торгуется биткоин, у него есть какая-то цена. И мы задали вопрос, какие есть представления о том, чем эта цена регулируется. Потому что изначально по дизайну в блокчейн заложена история о том, что им нельзя спекулировать. Это рынок такой, который регулируется внутренними какими-то процессами математическими, а вовсе не влиянием инвесторов. И нам написали хороший бложек, из которого следовало, что им спекулируют, причем довольно нагло. И оказалось, что это в принципе точных механизмов неизвестно, но анализ статистики, то есть мы не можем объяснить, как это делается так сходу, но следы преступления мы видим. Печально. Говорят, что децентрализация, прозрачность. В общем, может быть, никому эта прозрачность не нужна? Да, конечно. Ну что, на этой печальной ноте пойдем читать лекции? Еще одну вещь мы можем с тобой проговорить. Как делать так, чтобы хорошие темы оставались в публичном поле? Вот меня спросили, пока я шел сюда, этот вопрос меня поставил в тупик. А плохие вот уходили. Вот чтобы нет подтверждений блокчейна, он вот, соответственно, растворяется, и никто не хайпует. А вот, например, какие-то более серьезные вещи, они, скажем, вырываются. Мне, например, кажется, что гораздо меньше пишут про карт, которые, ну, редактирование лимфоцитов, да, которые... Гораздо меньше. Вот, при том, что очевидно, что это технология, которая работает, да, которая довольно близка к созданию прям конкретных протоколов лечения, вот, и которая действительно способна изменить наше представление о том, как выглядит процесс лечения от целого спектра заболеваний, начиная с рака, причем. Ну, и как-то то ли сложно, да, то ли вот на лекциях, на конференции не расскажешь. Вот ты почему думаешь меньше пишут? Все сразу. А если глобально, то, ну, помимо того, что сложно, вот есть там плохая новость, которая при этом вызывает хайп. Если есть хайп, значит, есть интересант, на котором делают деньги. Все пиар-заказуха, извините за сленг. А относительно технологии карт нету пока крупных интересантов, нету большого количества денег. Вот про нее никто и не знает. Ну, а в чем тогда состоит наша миссия? Наша миссия учить людей критического мышления. А вот на этом как раз можно пойти и читать лекцию. Пойдем. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok